Тарифы на электричество, воду, теплоснабжение и другие коммунальные услуги в этом году увеличатся почти на 3%, тогда как плата за вывоз мусора может снизиться. Об этом рассказали в региональной службе по тарифам. Елена Шарыгина расскажет подробнее о том, из чего складываются суммы в платежках кировчан. Тариф на вывоз и утилизацию отходов, установленный на первую половину этого года, составляет 949 рублей 62 копейки с кубометра в год, или 4,91 рубля с кубометра в месяц для города и 114,75 рубля с человека в районах. При этом для второго полугодия уже установлен новый тариф. Он составит 992,81 рубля, однако его собираются пересмотреть и, возможно, он снизится. Уже в этом году произошли ряд изменений действующего законодательства. Прежде всего, сейчас оформлено это в виде сокращения ставки за негативное воздействие на окружающую среду. Мы со второго полугодия пересмотрим первоначально утвержденный нами на второе полугодие тариф. И сокращение тарифа составит порядка 3%. Также тариф на обращение с отходами может снизиться, если регионального оператора освободят от уплаты НДС. Такое решение может быть принято на федеральном уровне. Кроме того, сейчас тоже на федеральном уровне рассматривается создание, скажем так, основы для перевода платы жителей за вывоз мусора из расчета за фактически накопленные отходы, а не из нормативов. Но платить за коммунальные услуги в целом меньше не придется, уточнили в ведомстве. Потому что с этого же второго полугодия все тарифы ЖКХ в среднем по области увеличатся на 2,8%. Это при том, что тарифы в этом году уже увеличивались с января на 1,8%. В службе по тарифам такой рост объяснили ростом ставки НДС. Ставки налога на добавленную стоимость увеличились с 18 до 20%. 2019 год отличается от предыдущих лет тем, что повышение роста платы граждан предусмотрено в два этапа. Также среди причин увеличения платы за коммунальные услуги специалисты отмечают рост цен на бензин, газ, дрова и другое топливо. Кстати, в службе по тарифам рассказали, в ближайшее время роста цен билетов в общественном транспорте не ожидается. По крайней мере, таких предложений от перевозчиков не поступало. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.